всем привет сегодня у нас обзор магнитофона и возможно даже двух первым это фон это у нас будет пионер 860 dvd почему он ну резонный вопрос мы обозреваем основном там процессорные бошки а аудиофильские с отличным звучанием с богатым кроссовером и так далее это ну так скажем что то среднее между китайской балалайкой и заурядным магнитофоном без особых настроек но привлекла простота и цена цена этого магнитофона колеблется от 6000 до 10 там пока на него так понял цена не устоялась но в том же юморке например он стоит 8 800 в нашем магазине он стоит 6 500 теперь стоит потому что ну раньше я такие магнитофоны не продавал но спрашивают очень часто что-нибудь удивительная и этот магнитофон мне показался интересен следующими вещами он показывает на своем собственном экране картинку то есть можно вставить диск и смотреть с него фильм в магнитофоне есть функция подключения камеры заднего хода мы сегодня эту функцию проверим информацию он получает как видео так и аудио с флешки с айфона с айпода с диска у нас вот коробка вот такая на коробке можно прочитать что он у нас тут мосфет как всегда не знаю почему тем хвалятся все mp3 в ма читает у нас есть ауксы 2 4 вольтовых выхода один общий сигнал который посмотрим можно резать или нет я еще не смотрел и второй это сабвуфер так ну здесь у нас понятно доступной форме надо пионеру отдать должное мы видим что умеет магнитофон показана флешка фронтальный аукс вход камера заднего вида подключаемая регулируемая подсветка красная и синяя трех с половиной дюймовый экран dvd диск и два предусилителя по 4 вольта а также у нас есть один видео выход мы можем подключить внешний экран и входы один видео а ну один видео вход все если кто-то помнит был такой матафон живи сей x от это было где-то в 2008 2009 году я его застал матафон на тот момент был но единственный или один из немногих не знаю с экраном на панельке ходе панелька была одна диновая реализация была достаточно кривая по меню ну туповаты был если он ломался починить его уже не мог никто потом это не то что подзабили но это начали делать больше всякие пролоджи ну какие-то не очень качественные китайские изделия сейчас мы видим достаточно качественный пионер ну по внешнему виду по крайней мере не знаю как он себя покажет дальше в эксплуатации мы видим достаточно простое без заморочек меню неплохую навигацию ну вот в принципе все к чему пионер сейчас пришел на рынке мы видим в этом магнитофоне то есть всеядность неплохой дизайн доступная цена и так далее итак мы имеем магнитофон который дружит с айфоном айподом диском ауксом кроме того с одного носителя можно читать разную разный тип информации то есть на ту же флешку можно записать музыку можно записать видео я не проверял картинки может быть он еще и показывает фото и честно говоря не представляю себе на коих хер надо смотреть в машине фото поэтому эту функцию мы не будем проверять что я уже проверил на нем то что он не читает некоторые форматы он не читает формат move quick time он не поддерживает некоторые разрешения в частности мы попробовали воспроизвести на нем видео блять выключи звук мы пытались воспроизвести на нем видео записаны на айфоне 5s он этого не сделал он написал что ну формат поддерживается он его распознал все написал что такое разрешение прочитать он не может сейчас мы с ним поиграемся посмотрим что он умеет проверим на скорость реакции на смену носителя проверим на скорость перемещения по меню ну и конечно же настройки какие есть каких нету ну и подключили камеру вот попробуем как она показывает при дневном освещении как она показывает в темноте так включается магнитофон у нас кнопка source как это всегда и было она же переключает источники сигнала удобно чтобы она переключает не сразу а пишет в левом верхнем углу на что она будет переключаться сейчас и у вас есть всегда возможность не тупо щелкать по порядку смотреть что будет а выбрать то что вам нужно и через секунду она произведет переключение вот так это выглядит вот она диск радио диск диск ну то есть можно выбрать сейчас диск диск и она не сделает ничего оставит оставит диск вот поехали дальше навигация у нас есть лево право верх низ и крутилка непривычная кнопка escape она обычно на band 2 назначение кнопки band на этом магнитофоне это play и пауза громкость у нас регулируется крутилкой и при нажатии и при просмотре фильма ничего не происходит вот лево право это у нас следующий эпизод предыдущий эпизод удержание это у нас увеличение скорости еще одно удержание увеличение скорости увеличение скорости на 4 еще одно на 8 ну и так далее чтобы нормальный режим вернуть нажимаем опять кнопку band вверх вниз кнопки у нас в данном случае не работают кнопка mute приглушает звук второго значения по моему она не имеет на ней же написано пионер вот достаточно так качественно сделано и он она под глянцем вряд ли сотрется ну по крайней мере быстро кнопка еще у нас здесь есть это стоп и второе значение не знаю что это честно говоря надо посмотреть ну не одна из часто востребованных функций точно и кнопка select ординарное нажатие у нас меню настройки звука и удерживание глубокое меню тут у нас есть настройки видео выбор языка языка магнитофона языка субтитров выбор аудио здесь у нас настройки звука радио и собственно все все настолько вот этот магнитофон простой я вам сейчас показал его все устройство посмотрим тогда по настройкам магнитофона что он умеет он умеет у нас практически ни хрена он не умеет начнем с моих любимых аудио настройка вот здесь у нас громкость что эта громкость обозначает простому обывателю вряд ли суждено понять без инструкции наверное надо залезать в инструкцию я предполагаю что это автоматический выбор громкости от скорости возможно может быть и нет к вв к сабвуфер у нас здесь казалось бы это частота среза но нет это по сути ну как я понял это бас буст и судя по всему это бас буст не в плюс а в минус потому что значение у нас тут меняется в меньшую сторону только в большую нельзя то есть ну я могу предположить что это насколько будет затухать звук на 80 герцах не насколько круто почему-то именно заглушать 80 герц ну это вот судя по логике я почти уверен что эта хрень работает очень как-нибудь криво ну возможно потом как-нибудь прямо в машине это попробуем но я бы не заморачивался с этим сабвуфер можно порезать на любом а на блоке то есть но эта функция не самое нужное а вот то что здесь нет настройки среза на динамике это печаль ну либо я его не нашел но смотрите у нас здесь есть настройки аудио в них точно нет и основные настройки вот у нас здесь звуковой сигнал включен режим времени настройка времени отключение регистрации двигателя видеть пароль и сбросить установки дальше у нас кнопки можно регулировать цвет мы можем поставить красный можем синий зеркало я не знаю что это обозначает давайте включим за камера заднего вида выбирая что будет ее включать плюс либо минус можно подключить провод управляющей камерой на плюс либо на минус мы вот выбрали здесь минус и подключили его соответственно никуда не подключили вот тут проводок такой выведен вот и его я буду замыкать на массу чтобы включить камеру дальше у нас есть авинпут вкл выкл аукс можем включить выключить демо при выключенном айтафоне он будет вытрючиваться показывать что он имеет скролл ну собственно все давайте еще посмотрим что здесь можно настроить по видео видео можно ничего не настроить только режим экрана 16 на 9 или 4 на 3 печаль так собственно наверное все теперь посмотрим как работает камера заднего вида подключаем ее на массу и видим ну достаточно такую четкую картинку на цвет выключу посмотрим как она будет показывать без света ну что-то видно что-то видно мне кажется хватит при включенных за огнях заднего хода мне кажется можно будет рассмотреть зловещие препятствия и не развивать себе бампер задний или кому-нибудь теперь посмотрим как работает у нас флешка флешка у нас тоже пионер значит звук должен в два раза чище громче и айтафон должен еще дольше не ломаться вот воткнули флешку ничего не происходит видимо автоматом она не будет играть это здорово смотрели фильм воткнули флешку ничего не происходит пока не переключаем переключаем кнопкой source диск радио диск радио флешку он не видит почему хер его знает наверное еще не определил подождем а вот ну потупил да потупил сейчас выключим еще мэтафон посмотрим будет ли он дальше также тупить при включенном это фоне ли он один раз распознал флешку и будет дальше нормально с ней работать здесь у нас выбор а вот видимо изображение видео до тип контента то есть мы можем слушать музыку здесь у нас есть видео на флешке выбираем он показывает этот файл файл у нас есть но пишет разрешение видео не поддерживается одну вот с айфона записанная проигрываться не будет я думаю что вы за очень захотите смотреть фильмы на нем вы почитайте инструкцию какой там формат поддерживается и будете конвертировать видео в таком формате закидывать на него или качать уже прям так смотрим что у нас все-таки по музыке здесь у нас здесь есть стоп play никакой кнопки экран там ничего такого нет мы можем зайти в меню настроек звука здесь у нас настройки видео по нажатию влево переключаются и вот на собственно все все настройки у нас здесь нет ни среза ничего у нас есть баланс фейдер и требовал митбас все такая вещь которая сразу заметил у нас здесь есть шум если вы прислушаетесь он здесь есть достаточно заметный особенно на некоторых предустановках вот у меня сразу насторожил я подумал это фон там бракован или что-то если мы вот в эквалайзер ставим вот супер бас например у нас уже становится меньше звук если мы ставим простая звука этого нет если настраиваем сами тоже он особо не появляется то есть есть какой-то косяк прошивки видимо в приду с предустановками что появляется посторонний шум он особо не раздражает ну то есть его слышно на громкости ноль если добавляется чуть-чуть громкости в принципе его уже не слышно но как бы есть такой косяк посмотрим как у нас работает айфон у нас здесь просто если сби разъем не втыкаем обычный шнур для айфона их он у нас получает зарядку теперь и музыки у меня нет в телефоне в айтюнсе сейчас посмотрим играет ли он с контакта да примечательно то что он показывает здесь обложку альбома все теги задержки сейчас проверим переключение треков моментальные обложки подгружает тоже сразу же смотрим еще можно ли на него пустить не из программ проигрывателей например с программы тон тонн генератора да звук воспроизводит с любой программы ну вот на самом деле дружит с айфоном даже лучше 99 пионер тут вечно выдрючивался так просто не играть не хотел через раз это как-то происходило здесь все просто я уверен он читает еще и там самые разные форматы ну вот в плане сиядности отличный магнитофон и быстро работает и все кушает и вот в этом плане все нравится по поводу качества судить здесь стенде сейчас со всеми этими подключенными железками на не совсем будет целесообразно но включил там пару треков играет нормально играть никаких там никакого мерзкого пластмассового звука нет играет нормально надо слушать в машине тогда можно будет дать заключение по качеству звучания но мне кажется ну сейчас все одно и то же идет там 75 95 94 50 85 00 мне кажется что это все одни и те же кишки с разным доозначением типа bluetooth а сменой подсветки разных предусилит предусиленных выходов и так далее что про этот мейтофон можно сказать хороший дизайн хорошая скорость работы всеядность доступно относительно цена так теперь комплектация комплектации у нас тут нету ни хрена вот у нас есть вот вот эта херня которая вот блин я вот обращаюсь к производителям всех магнитофонов сейчас эту хуйню использует один из десяти человек остальные выбрасывают я не знаю кто и пользует да не делайте вы эту херню сделайте что-нибудь полезное там вот из этой пластмассы вот пульт например пульт у нас здесь на коробке нарисован замануха и и пульте есть открываем нет пульта нету нету где пульт херово или китайцы или какой-нибудь дилер пионера или кто-нибудь еще не знаю пульта в комплекте нет а тут он нарисован и все мозг потом где пульт так вот эту штучку обязательно мы как дебилы тоже воткнули диск не вставляется я забыл вовремя вспомнил что такие вещи бывают это транспортировочные вот эти вот болты или винты не знаю их надо достать иначе будете как идиот сова диска он залазить не будет это защищает при перевозке механизм антишок там что такое не знаю вот надеюсь обзор вам такой понравился будем снимать обзоры дальше благо просят нам не трудно мне даже не то что не трудно мне самому интересно там посмотреть что за монитофон туда-сюда вот как новоспеченный владелец телевизора в машине очень оценил эту вещь никогда не думал что это кайф но вот не замечаю как куда-то заехал я еду смотрю какую-нибудь херню вот и не замечаю как как доезжаю куда хотел он не поддерживает некоторые разрешения в частности мы попробовали воспроизвести на нем видео выключить звук на на компьютере пожалуйста артем он имеет возможность подключения камеры заднего хода что не под не даст вам разъехать ваш автомобиль тёма помоги поле один сих занимаюсь вот этой вот как сказать про не упаться никуда он имеет опцию подключение камеры заднего вида это мы заднего хода до или вида как правильно камера заднего хода или камера заднего вида зеркало заднего вида а камера в этом магнитофоне у нас есть возможность для подключения за кабель то что за хуй а там коньяк есть дальше все уже выпил брату что ли огонь отключил заезжал что ебаные алкаши